МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно же, привлекло большое количество внимания и попало на видео. Что-то взорвалось прям на заводе, на территории завода. Мамочки, а если до нас дойдет? Смотрите, жесть какая. На возгорание выехали четыре автоцистерны, однако все они развернулись на полпути и поехали обратно в пожарную часть. Помощь огнеборцев не понадобилась, с пламенем на предприятии справились своими силами. Как нам рассказали сотрудники завода, над ямой, в которой лежит магниевая стружка, стоял большегруз, и вот стружка воспламенилась, из-за этого сгорела кабина грузовика. Пламя быстро потушили. А как вести себя во время пожара, на практике объяснили снежинским школьникам. Бойцы МЧС провели учения. Датчики сработали в одном из компьютерных классов. Вот только дым был создан искусственно. Пожарные оттачивали навыки скоростного реагирования. Сначала сотрудники МЧС при помощи специального аппарата наполнили одно из помещений школы дымом. Выбрали компьютерный класс не случайно. Высока вероятность короткого замыкания. Датчики моментально сработали, и уже через несколько минут во двор школы въехали экипажи огнеборцев. Пожарные отрабатывают все возможные при пожаре сценарии. Одна группа в спецоборудовании направляется к очагу возгорания. Вторая работает снаружи и отрабатывает эвакуацию пострадавших с крыши школы. По замыслу было два пострадавших. Один пострадавший у нас находился на кровле. К этим работам была привлечена специальная техника. Был еще один пострадавший. Была поставлена задача служить спасения на его эвакуацию. Поставлены задачи, справились. Школьники со своей задачей тоже справились и оперативно, без паники, покинули здание. А сейчас уникальное видео, снятое оперативниками ФСБ. Они обнародовали кадры, снятые в офисе подозрительной религиозной организации. В РПЦ ее считают опасным культом, ведь членов организации призывают к самоубийству. Сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, один из представителей культа действует в Миасе. Причем миссионерской деятельностью он занимается, не имея на это права. Это кадры проникновения полицейских и сотрудников ФСБ в офис организации «Союз мирового братства». Ее центр находится в Турции, а в Миасском филиале оперативники находят пропагандистскую литературу, визитки и прочие печатные материалы. В ФСБ уточняют, последователь религиозной группы в Миасе вовлекал в свое общество других жителей города. Причем действовал незаконно, без разрешения руководства организации. Участник группы распространял книги, аудио и видео. За это миссионеру назначен штраф в 30 тысяч рублей. А литература и другие печатные материалы подлежат конфискации. Напомню, мы уже рассказывали об этой организации. Полгода назад тревогу забила Русская Православная Церковь. Там «Союз мирового братства» назвали деструктивным культом. По данным священников, этот культ подталкивает людей к совершению самоубийства с предварительной передачей имущества в собственность организации. И еще одна новость из Миаса. Там обнаружили криминальный дуэт. Мужчина и женщина владели гаражом, плотно набитым алкогольной продукцией. И спиртная пара намеревалась продать. Проблема лишь в том, что алкоголь был нелегальным. Сотни коробок со спиртным. Здесь же упаковки с пачками сигарет. Всю эту продукцию владельцы сбывали небольшими партиями. Вот деньги, вырученные от продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции. В целом оперативники изъяли из гаража 700 коробок со спиртным и больше 1800 пачек сигарет. Казахстан. Что, алкогольная и табачная продукция? Кем привезли надо? Ваша? Оставлено. Женщина смеется, видимо, еще не осознает груза уголовной ответственности. Криминальному дуэту суд назначил наказание. Семь лет колоний на двоих и штраф в миллион рублей и 50 тысяч. А в Южноуральске разыскивают двух мужчин. Из местного магазина они вынесли свиные ребра. И, по словам сотрудников торговой точки, за товар не заплатили. В подтверждение своих слов продавцы обнародовали запись с камеры наблюдения. Вот те самые кадры. Смотрите, возле холодильника с мясной продукцией стоят два молодых человека в спортивных костюмах и что-то обсуждают. Буквально через несколько секунд один из них резко разворачивается, хватает с витрины кусок мяса и стремительно уходит из магазина. Никем не замеченный. А второй неспешно погибает магазин спустя некоторое время. Сотрудники торговой точки в полицию обращаться пока не стали. Надеются, что в воришках проснется совесть и они вернут деньги за украденное. Переходим к дорожным происшествиям. В Южноуральске одна легковушка спровоцировала аварию с двумя большегрузами. В Челябинске из-за ДТП остановилось движение трамваев. Все подробности знает Егор Хвисюк. Это последствия аварии в Южноуральске. По данным ГИБДД, водитель легковой КИА при выезде со второстепенной дороги не пропустил грузовик ИВЕКО, ехавший по главной. От удара тот вылетел навстречку, где протаранил КАМАЗ. В итоге ИВЕКО опрокинулся на бок, а КАМАЗ съехал в Кювет. Погибших нет, но пострадавших трое. Водителей обоих грузовиков забрали в больницу, а пассажир ИВЕКО будет лечиться дома. МИАЗ. Посреди дороги стоят разбитые Жигули. Рядом эвакуатор. Но он здесь не для того, чтобы забрать искореженный автомобиль. Это тоже участник аварии. По словам очевидцев, отечественная легковушка протаранила грузовую машину сзади. В ГИБДД эта авария не зарегистрирована. Дорожный конфликт водители разрешили самостоятельно. А это Златоуст. Здесь столкнулись две отечественные машины. Легковушка и ГАЗЕЛЬ. Я ехал со стороны города, наверное, 50-60 минут часа. Но мне резко машина остановилась. И, считай, я начал по тормозам. У меня все четыре колеса еще в ручниках. Все, я взял вправо. Взял вправо. Левым задним крылом машины ударился об ГАЗЕЛЬ и вылетел в кювет. А по словам водителя маршрутки, он затормозил, потому что пропускал поворачивавшую машину. Машина поворачивала налево. Я ее остановил за ней. Здесь удар сзади. И все. Почувствовав удар, мужчина вышел из микроавтобуса и обнаружил легковушку в кювете. Бросился на помощь. ГАЗЕЛЬ прицепили трос, при помощи которого вытянули ладу обратно на дорогу. Кто здесь прав, а кто виноват, разбираться будут автоинспекторы. Эти кадры из Челябинска. Поперек рельсов стоит легковушка. По словам очевидцев, водитель иномарки при повороте не уступил дорогу трамваю. В этой аварии никто не пострадал, но образовалась пробка как автомобильная, так и трамвайная. Это тоже Челябинск. Дорога мокрая и скользкая, ведь недавно прошел дождь. По словам очевидцев, хозяин регистратора ехал со скоростью около 80 км в час. Якобы именно из-за этого автомобиль так занесло, буквально на ровном месте. А в Копейске ДТП удалось избежать, но с трудом. Вот на дороге стоит иномарка. Явно собирается развернуться, но почему-то со второй полосы. А после водитель иномарки, видимо, и вовсе передумал разворачиваться. Егор Хвисюк, Елизавета Болдырева, Вячеслав Коровкин, ОТВ. А следующие кадры прислали нам из МИАСа. Там свирепствует хищная птица. Ястреб, если быть точнее. На людей хищник пока не нападает. Достается от него автомобилям и другим пернатым. Вот птица перескакивает на автомобиль с явным намерением клюнуть легковушку в лобовое стекло. А потом заходит сверху. Впрочем, атакой на ладу дело не заканчивается. Буквально через несколько минут ястреб набросился на голубя и растерзал его в клочья. В природе это обычное дело, но жителям МИАСа такое зрелище показалось пугающим. И еще одна история с голубем, только уже позитивная. Жительница Челябинска сняла на видео, как птица переходит дорогу на зеленый сигнал светофора. Наравне с людьми. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А уже в это воскресенье, 10 сентября, смотрите свежий выпуск программы «Происшествие недели». Вместе с вами проанализируем самые громкие ЧП за минувшие 7 дней. Не пропустите в 22.40. Будет интересно. Субтитры предоставил DimaTorzok